Со всем домашним ремонтом поможет справиться канал отвертка. Какие датчики устанавливают смартфоны и зачем они нужны? Многие удобные и даже необходимые функции смартфона были бы невозможны без специальных датчиков, сенсоров. Управление жестами, автоматическое изменение яркости, изменение ориентации экрана при повороте и его отключение при разговоре, контроль в игре без нажатий – это далеко не полный перечень возможностей. Также наличие некоторых датчиков может превратить смартфон в метеостанцию и быть очень полезным при занятии спортом, слежении за физическим состоянием. Наличие датчиков в смартфонах и не только было бы невозможно без развития микроэлектромеханических систем. Такие устройства соединяют в себе электрические и механические компоненты в микроисполнении. Размеры таких элементов не превышают 100 микрометров. Основным материалом для создания микроэлектромеханических систем, или сокращенно МЭМС, служат кремнии и полимеры. По данной технологии создаются все известные сенсоры, которые необходимо использовать в компактных устройствах, например, смартфонах. Совершенствование в технологическом плане смартфонов дало большой толчок для развития МЭМС. Далее мы рассмотрим примеры таких датчиков. Итак, начнем. Акселерометр. Акселерометр – слово, соединяющее в себе два языка. Акселеро – это с латыни «ускоряю», и метр – с греческого «измеряю». Такой датчик замеряет линейные ускорения движущегося тела по трём осям координат. Данные измерения собираются и обрабатываются посредством процессора или специально выделенного микроконтролёра. А далее производится математический расчёт и фиксируется положение смартфона в пространстве в реальном времени. Именно акселерометр позволяет менять ориентацию экрана с портретной на ландшафтную, и наоборот, в зависимости от положения устройства, переключать музыкальные треки при стряхивании, гонять автомобильные симуляторы, используя в качестве руля смартфон или планшет. Акселерометр является одним из самых популярных датчиков в смартфоне. И если раньше это была диковинка и прерогатива дорогих телефонов, то на сегодняшний момент таким сенсором может похвастаться любое бюджетное решение. Итак, рассмотрим следующее. Гироскоп. Гироскоп состоит из двух древнегреческих слов «круг» и «смотрю». Как правило, работает в паре с акселерометром, дополняет его в некоторых случаях. Гироскоп необходим для фиксации углов наклона устройства. Делает это он с помощью измерения скорости углового вращения. Так же как акселерометр, гироскоп передает результаты замеров в устройство для дальнейших расчетов угла наклона и его направления. Погрешность откалиброванного гироскопа составляет не более 1-2 градусов. Широко применяется в мобильных играх, приложениях для фотосъемки, для оптической стабилизации в камерах, летающих дронах, управляемых смартфонах. Так же как и акселерометр, гироскоп является очень популярным датчиком и присутствует во многих смартфонах. Итак, рассмотрим следующий датчик. Магнитометр. Магнитометр. Сенсор для измерения магнитного поля. По сути он собой представляет выполненный по технологии MEMS миниатюрный датчик на основе эффекта Холла. Он регистрирует изменения силы магнитного поля по трём осям X, Y и Z. В этом случае он используется для навигационных и разных картографических приложений, для повышения точности определения местоположения. Без этого датчика не будет работать цифровой компас в смартфоне. Магнитометр иногда размещают в одном модуле с акселерометром, и они работают в паре, дополняя друг друга. Ещё датчик Холла просто фиксирует изменения магнитного поля без привязки к осям. Такие свойства используются в паре со специальными чехлами, в которые встроены магниты. При открытии крышки такого чехла экран смартфона автоматически включится. И наоборот. Рассмотрим следующий датчик. Датчик приближённости. Он позволяет отключать экран телефона при разговоре. Такая функция позволяет экономить заряд устройства, а также предотвращает случайные нажатия. Работает такой датчик на основе ER-детектора. Он обычно находится возле разговорного динамика и с помощью инфракрасного луча фиксирует нашу часть лица в непосредственной близости к телефону. На основе этого датчика реализуется ещё одна интересная фича – это распознавание жестов. Они позволяют управлять некоторыми функциями смартфона, не прикасаясь к экрану. Итак, рассмотрим следующий датчик. Датчик света. Датчик света измеряет, насколько яркое освещение вокруг смартфона. На основании его данных операционная система повышает или понижает яркость экрана, экономя энергию смартфона и позволяя более комфортно пользоваться им. Продвинутые датчики могут анализировать составляющую RGB цвета и в соответствии с этим подстраивать цвета дисплея. Описанные выше сенсоры характерны для современных смартфонов, но ведь есть и редкие экземпляры. Давайте их рассмотрим. Итак, приступим. Барометр. Барометр – это датчик для измерения атмосферного давления. Может использоваться в некоторых приложениях – навигационных, измерительных – для определения высоты над уровнем моря. Делает это он, высчитывая разницу атмосферного давления. Также повышает точность и скорость работы системы GPS. Например, фиксируя постоянно высоту объекта относительно уровня моря. Можно также отследить его перемещение не только в горизонтальной плоскости, но и в вертикальной. Итак, следующий датчик. Температурный датчик. Как вы уже догадались, этот сенсор изменяет температуру. Эти датчики бывают двух видов. Внутренний. Внутренний – для измерения температуры модулей смартфона. Нужен для контроля над нагревом и предотвращения перегрева компонентов. Присутствует во многих устройствах. Второе. Внешний. Внешний – для измерения температуры окружающей среды. Может пользоваться в качестве обычного термометра и для разнообразных фитнес-приложений. Этот датчик скорее редкость, чем заурядность. Следующий датчик. Датчик влажности воздуха. Датчик влажности воздуха в паре с предыдущими двумя может выполнять функцию продвинутой метеостанции. Поможет вам узнать, не пересушиваете ли вы воздух в квартире и насколько комфортная погода на улице, соотношение температуры и влажности. Так, следующий датчик. Педометр. Педометр считает количество пройденных шагов и полезен для отслеживания активности. Главное, чтобы смартфон был всегда при вас. Следующий датчик. Пульсомер. Пульсомер по запросу измеряет частоту сердцебиения. Как по мне, намного удобнее использовать этот датчик и шагомер во всевозможных фитнес-браслетах, что и сейчас и делается. И самый простой датчик. Это сканер отпечатков пальцев. Биометрический датчик призван повысить безопасность устройства. Эти датчики сейчас получают все больше и большее распространение в наших гаджетах. И совсем уж диковинкой выглядит дозиметр. Дозиметр – это датчик измерения радиации. Им оснастили свой телефон компания Sharp. А причиной такого шага стала авария на атомной станции Фукусиме в Японии. Проверить наличие и работоспособность того или иного датчика в вашем смартфоне можно с помощью специального программного обеспечения. Например, Antutu Tester, ZDWiTest, Android SensorBox и так далее. Как мы убедились, в нашем смартфоне может быть много разнообразных датчиков. И его работа уже практически невозможна без них. А ведь к этому списку можно добавить еще и камеру со светочувствительным сенсором, микрофон – это регистрация звука, тач, реакция на касание. Так что в будущем же смартфоны могут обладать обонянием, улавливая, например, чадный газ, смогут диагностировать сердечные и другие заболевания и многое другое. Со всем домашним ремонтом поможет справиться канал Отвертка.